И в продолжении тема частичной мобилизации. В Твери состоялся митинг и смотр воинских формирований, убывающих для выполнения задач по назначению. Участие в мероприятии приняли заместитель областного военного комиссара Виктор Овсянников, депутат Госдумы Юлия Саранова, ветераны боевых действий, участники спецопераций, а также духовенства и юноармейцы. На плацу те, кому предстоит уже совсем скоро отправиться, как говорят военные, в зону предназначения. Смотр готовности – это проверка укомплектованности военнослужащих обмундированием и вооружением. Перед отправкой военнослужащей проходили тактические учения. Они овладевали стрелковыми навыками, тактикой ведения боя, навыками военно-тактической медицины. Постреляли, то есть все, как говорится, очень хорошо. Кто-то с техникой работал, кто по своим специальностям, кто-то новые специальности изучил. Среди тех, кто убывает для выполнения задач на территории специальной военной операции – Евгений из Киморского округа. Пошел, как сказать, исполнять свой долг, потому что мой прадед прошел три войны, отец прошел афган. И будем исполнять свой долг – защищать родину. К защитникам Отечества обратилась депутат Государственной Думы РФ Юлия Саранова. Будьте уверены, у вас надежный тыл. Это сотни, тысячи людей – девчонок, мальчишек, мужчин, женщин, бабушек, дедушек, которые вместе с нами сделают все, чтобы поддержать вас, помочь. И здесь помочь и поддержать ваши семьи и ваших родных. В Турской области по решению губернатора Игоря Рудени жителям региона, призванным в рамках частичной мобилизации, предоставляют единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей. Приобретена дополнительная экипировка для мобилизованных. Утвержден комплекс мер поддержки семей, военнослужащих, детей, жен, родителей мобилизуемых граждан и добровольцев.